Дорогие друзья, уважаемые трейдеры, всех приветствую! С вами Педром Рауф и вы смотрите ежедневный обзор рынков. В течение этой программы мы посмотрим, что происходит на рынках, на фондовом рынке, на форекс рынке и на крипторынке тоже. Сегодня понедельник, первый день недели и посмотрим, как рынки закрылись по итогам обзоров в пятницу и штатных можно ожидать в течение этой недели и в целом сегодня для внутридневной торговли в течение европейской сессии и также американской сессии посмотрим на экономического календаря, разберем, что там есть у нас, какие релизы нас ожидают и технически разберем анализ каждого актива и также тех активов, о которых вы спрашивали в прошлый раз по поводу палладии, по поводу натурального газа тоже, кстати, я помню. Если что, еще раз разберем сегодня и начнем нашего обзора с более или менее важных новостей, которые сегодня есть на новостном фоне. Есть новость по поводу того, что цены на нефть недавно выросли, они, кстати, пробили 70 долларов. Если помните обзор пятничный, по факту, по итогам прорыва линии тренда или же его ретеста, мы ожидали разворота. Опять же, не рано для разворота, с одной стороны. С другой стороны, новость касательно мексиканскому заливу больше имеется в виду пост критическая ситуация, которая сейчас есть. То есть, был шторм Ида, а по итогам того, как шторм Ида уже прошел по всему заливу американскому, конечно, были предположения о том, что в случае, если что, эффект этого шторма может быть долгосрочным, поскольку пока восстанавливаются, как говорится, набраться еще запасы и так далее на месторождениях нефти, пока это время проходит, пока они уже восстанавливают количество нефти, запасов до уровня, который было до шторма, пройдет еще на как бы определенное время. С одной стороны, этот момент. С другой стороны, вчера ночью в очередной раз были выпущены ракеты в сторону Израиля. И сегодня Израиль, кстати, опять бомбардировал газу. Очень интересная вещь. Зачастую всегда, когда нефть хочет идти каким-то образом на разворот, это просто мои наблюдения, собственные наблюдения. Происходит так, что в Средней Азии каким-то образом питаются помощью каких-либо эскаляций ситуации немножко его еще докачать. Поэтому зачастую вот именно вот такая картина всегда происходит. То есть вот мы видим, что нефть добирается от каких-то там уровней максимальных, а потом сразу начинаются какие-то заварушки где-то в Ливане или где-то рядом с Саудовской Аравией или так далее. И такое ощущение, что, наверное, все-таки цену дальше не поднимется, ведь уже перешли к таким меркам. Зачастую просто это происходит, опять же, своего рода конспирология. Можно в него не верить, но она зачастую работает. У меня собственное видение, собственный, как говорится, опыт. Зачастую так происходит. Ну, а всегда, когда так происходит, я уже больше на дальнейшего роста цены нефти не ставлю, потому что понимаю, что дальше уже, скорее всего, идут спекуляции какие-то. В общем, по поводу этой новости, по поводу того, что на Эскалском заливе еще не восстановили вот то предложение нефти, да, то есть, которое есть у них. С другой стороны, это может скоро уже восстановиться, скоро уже закончится. Тоже момент очень важный. Новость вышла, скорее всего, мы уже идем на восстановление. Как смотрится сам нефть? Ну, смотрится не очень красиво, поскольку тут расширяющаяся формация. Есть определенный срыв, как мы видим, цены волатильности. И это в районе максимума, в районе психологической отметки, ну, не очень хорошо. То есть, в случае, если что, спекулятивный рост от середины импульса, да, пожалуйста, ставьте. Я не против. Просто внутри дня очень короткие позиции по покупкам. Но, опять же, это все на ваши страхи и риски. Ну, в целом, в таких ситуациях, пока не происходит определенное укрепление цены, хотя бы над максимумом, нельзя. С моей точки зрения, нельзя особенно из-за вот этого срыва, который мы здесь видим. То есть, волатильность начинает резко увеличиваться. И создается определенная фигура расширяющейся формации, за которой может зачастую происходит разворот определенного рода разворот. И, ну, если мы предполагаем такой разворот, то, скорее всего, лучше брать, опять же, середину предыдущего импульса для того, чтобы ориентироваться на диапазон вот этой минимальной коррекции, да, которая будет в случае. Если что, то тут хорошие уровни. Кстати, с прошлого раза максимум 69.40 и последующая отметка, которую мы сами назначили 70. То есть, по факту, в рамках этого боковика он еще вырос. Приблизительно отметки целевые, которые мы назначили, они были довольно полезны. И, конечно, тут еще отметка 69.70 или же 69, давайте скажем 60, 69.40. Ну, диапазон поддержки, который может протестироваться в дальнейшем. И будет очень классно, если она протестируется одним импульсом. Если она не протестируется одним импульсом, то, скорее всего, дальше нас ожидает последующее снижение, если цена будет к нему поджиматься. Но сейчас у нас срыв, сейчас у нас расширяющаяся формация, когда происходит срыв волатильности и так далее. Это зачастую признать того, что цена может развернуться вниз. И для того, чтобы просто понять, какой будет диапазон технический, который в следующем движении будете вытестировать, просто берем золотую середину предыдущего импульса, который здесь. Ну, это приблизительно 69.40-69. Приблизительно вот такие вот отметки. Дальше на рынках по поводу Китая вышли новости о том, что Китай немножко начал снова давить на акции. На акции электрокаров заявил, что вас стало очень много, ваших компаний очень много. Следует вами тоже регулировать немножко. И это привело к тому, что китайский индекс тех индекс А60, он немножко снизился. Многие есть аналитики и анализы рынка, которые говорят о том, что, скорее всего, стоит уже войти в китайский рынок. Но, как мы видим, тут вот этот диапазон, по которому цена двигается, если технический индекс взять китайский А60, вот этот диапазон роста, который здесь есть, якобы, да, ну, середину этого диапазона мы вниз еще не пробили. Я думаю, что пока мы середину этого диапазона не пробьем, наверное, дела все еще хороши с китайским рынком. Поэтому я особо насчет них не переживаю. Есть диапазон четыреста четырнадцать тысяч, давай скажем, триста, слишком низко не идем. Четыреста четырнадцать тысяч четыреста, в целом это вот середина, которая, скорее всего, если прорвется вниз, то может и мы ниже опустимся. Но, опять же, обращайте внимание, тут очень умеренный рост по китайскому фондовому индексу тех, как говорится, хай-тех китайский. Поэтому тут, ну, как бы не очень плохо смотрится для меня. И я считаю, что, наверное, скорее всего нужно дождаться следующих новостей, в случае, если мы ждем еще очередного спада. Но, в целом, ближайшие минимумы четырнадцать тысяч четыреста, а отбой вверх, скорее всего, более логичный сценарий, которым можно предположить. И по поводу американского фондового рынка, новость, на которую мы обращали внимание еще, наверное, ваше внимание, либо обращали где-то еще неделю-полторы назад. О том, что есть предположение о том, что фондовый рынок может потерпеть некоторой коррекции. Конечно, был человек, который говорил, что до конца этого года он еще обновить максимумы, но в целом коррекции будут. Больше сейчас слышно о том, что, скорее всего, друзья, стоит бояться об этом заявят. Заявляли Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank, кстати, это все по факту новости с позапрошлой недели приблизительно, но, опять же, недавно тоже на это акцентировали внимание. Что происходит на фондовом рынке, тоже сейчас посмотрим. Посмотрим хай-тек американский, как он себя чувствует вообще. Натснак, коррекция. Почему на хай-тек обращаю внимание? Потому что, скорее всего, от нее и будет зависеть дальнейшее движение по всем секторам. На фондовых индексах S&P и так далее, потому что они по факту на них и растут. Да, на самом деле есть тут сигнал определенный по Настаху, что она снизилась ниже поддержки локальной, 15500 пробило вниз. Насколько тут есть вероятность последующего роста? Есть, но коррекционно, если этот рост окажется коррекционным, то это нехорошо. Поэтому держите в голове обязательно 15600-15500, чтобы цена над этими отметками укрепилась. Если цена над этими отметками не укрепляется, хотя бы над этой поддержкой, условно, или же над серединой этого импульса нисходящего. Если не укрепится, то не очень так хорошо, скорее всего, чувствует себя капитализацией этого рынка. Поэтому, если будет сильный восходящий импульс в ближайшее время по теху, то это признак того, что цена может развернуться дальше. Дальше переходим на S&P и Dow Jones, посмотрим, как они. Они, кстати, уже развернулись с прошлого раза, как мы и говорили. Цена особо не выросла вот в середину диапазона, в середину предыдущего импульса. По факту прошла и дальше вниз, и сейчас опять вниз, но сегодня немножко отбивается вверх. Ну, по поводу S&P, по поводу Dow Jones есть довольно такая хорошая новость, что они оба отбиваются от довольно хорошей поддержки исторической, и, возможно, что они будут подниматься в ближайшее время очень умеренно, очень мучительно, если не будет хороших новостей, до отметки 35000. У Байдена не получается одобрять стимулы в том мере, в котором он хочет. Демократы зачастую у них очень такая классная привычка. Они обещают, 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 но по факту делать, то по факту у них не получается. Почему-то не получается. Поэтому вот если, например, во время правления Трампа у нас реально определенность, несмотря на фейк-ньюзов, несмотря на его спекуляции твиттером, но все равно была определенность, если человек о чем-то сказал, он его сделал. Да, у Трампа был вот этот стержен, у него была эта сила, он мог это сделать. Он что-то сказал, он его сделал. То есть в долгосроке всегда, я сам помню, исходя из ситуаций, которые были при его правлении, в долгосроке всегда можно было очень спокойно, с очень маленькими рисками, передугадать движения и так далее. А сейчас, к сожалению, неопределенность вот это добавляет, что на самом деле у Байдена, к сожалению, не всегда получается. Если вы помните, недавно вышла новость о том, что Байден вроде бы позвонил китайскому президенту, и о том, что отношения между Китаем и США есть какие-то намерки на то, что могут идти в хорошую сторону и так далее. Но, как мы видим, просто сам факт, никто не доверяет, никто его не воспринимает как человеком, который может что-то изменить, как Трамп это делал в свое время. Опять же, не воспринимайте меня про Трампа или каким-то другим, я вообще не в Америке живу, мне как бы относительно все равно. Но просто по фактам, если судить, то у него, у Байдена, к сожалению, не получается не особо хорошо. И поэтому, друзья, если сильно умеренный рост начнется, даже если начнется рост по S&P 500 и по должности, он будет очень умеренный. Но середину диапазона давайте возьмем, чтобы отталкиваться от того, куда цена дальше пойдет. 35 тысяч очень далекая цель, 39 тысяч, 30-40 тысяч 900 лучше. По Dow Jones и по S&P 500 тоже середина предыдущего диапазона, он уже, кстати, отмечен здесь. 44 тысячи, извините, 4480, 4500. Вот и диапазон, если не прервется, если не укрепится цена на дне, то это не очень хорошо. Если умеренно поднимемся к этим отметкам ближайшее время, это класс. Если умеренно поднимемся, это у нас часовой график. Внутри дня есть время, а просто посидеть, посмотреть, как цена укрепляется, как цена идет к этим отметкам. Но, с моей точки зрения, цена, скорее всего, их импульсивно пробьет и дальше пойдет вниз. Несмотря на то, что мы отбились от довольно хорошей поддержки. Отбились и отбились, но мы его прорвали по факту. Поэтому, если в ближайшее время по S&P не поднимемся, выше 4500, хотя бы 4480 и по Dow Jones надо 3400-3900, то, скорее всего, нас ожидает либо поджатие вниз с импульсивными ретестами нижней границы. Либо же верхний импульс, то есть восходящий импульс, а затем следующее снижение. Поэтому я бы не ставил на покупку этих, в целом, американского фондового рынка сейчас, в данном случае, в данный момент, несмотря на то, что мы отбились от довольно хороших отметок. По поводу фондового рынка вроде бы все понятно. По поводу индекса доллара, перед тем, как перейти к нему, я посмотрю, что есть у нас на экономическом календаре. Конечно, есть определенная обратная корреляция фондовых индексов и доллар США, которым можно воспользоваться, но экономический календарь тоже стоит разобрать. Сегодня, к сожалению, пусто. С Америки ничего нет. В заседании ЕЦБ и все. Следим за монетарной политикой Европы. Она вроде бы меняется, вроде бы они хотят его ужесточать. Это может по-своему быть хорошо для евро, не очень хорошо повалять на доллар. Но если стимулы не в том мере американские будут дальше продвигаться, и они будут слабыми, они будут такими объемами, как раньше, то это может действительно удержать доллар от сильного падения. Тоже момент довольно важный. US dollar index. Индекс доллара США. Отбой от сопротивления. Это совсем недавно, на 15 минутке. Но тут тоже, кстати, довольно хорошее сопротивление, от которого мы отбиваемся вниз. Но имейте в виду, что перед этим это сопротивление протестировалось. И сейчас, и совсем недавно, в очередной раз она протестировалась. Тоже, но мы уже выше его протестировали, то есть немножко выше поднялись. Я не знаю, насколько сильно будет следующая сейчас коррекция. Для этого есть отметка 92.80-92.60, на которую нужно отталкиваться. Если мы также импульсивно перейдем к ним, приближимся к ним, если не будет никакого поджатия к этим отметкам в будущем, то это хорошо. Но значит доллар может дальше продолжать расти. Но имейте в виду, вот зона риска 92.80-92.60, к которой, мне кажется, цена может и не добраться в ближайшее время. Просто очень сильный импульсивный ретест сопротивления произошел, и за ним следует, как и обычно, последующая коррекция. Поэтому тут пока мы находимся не в тренде. Пока, как вы видели, мы не по S&P находимся в тренде, не по фондовому рынку сейчас в тренде не находимся, ни по доллару, ни в тренде сейчас не находимся. Поэтому дождаться пока цены сделать какую-либо коррекцию, а потом перехватить импульс в середине диапазона предыдущего импульса и продолжать покупки по доллару против евро, фунта и продажи по фондовому рынку, то, возможно, такой сценарий более менее логичным смотрится. Евро, фунт, они оба тестируют локальные поддержки, они ниже локальных поддержек. Картина довольно хорошая, красивая с одной стороны, с другой стороны. Это тоже середина диапазона, середина вот этого импульса. То есть, очень хорошая отметка, если она протестируется импульсивно, то, скорее всего, цена может болтаться еще в диапазоне по евро 1.18-1.1760 диапазон. Вот здесь. Она может еще здесь болтаться. Если она начнет здесь болтаться, значит, скорее всего, мы разберемся, можем развернуться вверх снова. Но цена может войти в консолидацию. И по фунту тоже цена может войти в консолидацию в ближайшее время. Поддержка, ну, локальное пробитие, но историческое нет. Есть диапазон 1.38-1.38.20, внутри которого цена тоже может начинать колебаться. Если цена не будет внутри этих двух диапазонов колебаться и по евро, и по фунту, то это лучше. Если цена умеренно будет их пробивать, даже зацепиться за ними, то это для доллара сигнал вверх, а для фунта евро сигнал вниз. Но пока еще нет сигналов по этому поводу. К сожалению, приходится ждать. И тут уже НЗД и Новозеландцы Австралии зачастую всегда впереди двигаются. Если вы заметили технически, они уже в этом диапазоне застряли. То есть и видно это по Австралийцу, и по Новозеландцу тоже довольно хорошо видно, что они уже застряли в этом диапазоне. И дальше по итогам выхода с этого диапазона можно сказать. То есть 0.70, 0.80, 0.71, 0.20 для австралийц, для новозеландца, для австралийца 0.73, 0.20, 0.73, 0.40 пусть будет. Вот и отметки, это диапазон, внутри которого цена может еще колебаться в ближайшее время и не спускаться, не подниматься. По поводу золота и по поводу платина, кстати, спрашивали тоже. И мы за этим еще нефтегаз разберем и перейдем к биткоин и эфириуму. По поводу золота колебания и после разворота с вершины продолжается. Обращайте внимание на картину недавних двух-трех недель по распространению ковида. Она идет на снижение, довольно хорошо идет на снижение и, скорее всего, это снижение может продолжаться. Но в Белизии все-таки у нас, друзья, зима, да, зима близко. И мы как бы уже по этому графику тоже приближаемся к дну статистики, к основанию этой статистики по распространению ковида. Поэтому золото тоже может начинать уже укрепляться, уже нужно этого ждать. Немножко, чуть-чуть подождем и, скорее всего, начнет золото свое укрепление. Тут поддержка, мы ниже этой поддержки находимся, не очень хорошая новость. Но в целом 1800 долларов, это отметка очень-очень важная. Если мы от него дальше продвигаемся, это плохо. Если мы к нему приближаемся, это очень хорошо. В целом, если мы под нем находимся, то можно подождать. Если мы выше него поднялись, то можно уже начинать. Как вы заметили, исторически так и было всегда. Для среднесрочной торговли очень хорошо по золоту, если мы ниже 1800. Мы просто перестанем покупать. Если мы выше, то начинаем покупать. И, конечно же, тут диапазон, исходя из которого можно выйти из сделки уже несколькими месяцами. Такой вид торговли, причем с довольно хорошими стопами, низкими стопами, продолжается по золоту. Вот этот позитив. По серебру ситуация смотрится немножко некрасиво. Но тут тоже поддержка 23,60-23,40. Возможно, не даст цене Даши двигаться вниз. Мне кажется, что, скорее всего, уже цена не будет дальше идти вниз. 23,60. Возможно, протестируется. Но если импульсивно протестируется, то будет очень классно. 23,60-23,40. Мы ждем импульсивного ретеста этих отметок. Если импульсивно протестируется, это будет очень классно. Это признак того, что она может развернуться вверх. Но если мы также умеренно приблизимся к этим отметкам, это не очень хорошо. Мне кажется, что она, скорее всего, уже не пойдет. Технически просто смотрится так. Как будто он уже не хочет ниже идти. Но все равно импульса ждем. То есть мы всегда делаем ставки на то, что будет риск и он будет максимальный, да, чтобы отталкиваться от него. Тут по платину тоже, кстати, ситуация очень похожа на серебра, которую просили. 1000 пробито. Мы ниже находимся, то не очень хорошо. Ждем при тестах 940-900 долларов. Скорее всего 820-880 или 860 тоже могут протестироваться в ближайшее время. Но, опять же, если мы спустимся ниже 940, пока мы выше 940-960 в диапазон, пока мы над этими отметками, можно сказать, что все будет хорошо. Цена может еще развернуться. Ну и развернуться тоже сильно много нельзя ставить на покупки. Мы берем просто середину предыдущего импульса, да. То есть 1000 долларов, 980 долларов приблизительно. Цель того, чтобы закрыть байбеки якобы, да. По поводу рынок нефти, которого мы разобрали. И по поводу расширяется формация говорили, я тут не купил бы. На дневном графике ситуация смотрится довольно хорошо. То есть средний срок цена может еще подниматься выше. Есть такой нямек. С одной стороны, с другой стороны. Ближайшие импульсы вверх могут завершиться последующим разворотом. Насколько сильно она может вырасти? Докуда она может вырасти? Приблизительно, исходя из истории. Котировок 71, 71,60. Я думаю, хорошие отметки в сервере того, чтобы забрать деньги в случае, если этот импульс пойдет выше. Есть вблизи локальные максимумы, которые еще не пробиты. И они могут, то есть могут, может даже их ретест привести, потому что цена вот половину пойдет ниже. То есть половина импульса пройдет еще раз. И если это произойдет очень быстро, то это хороший сигнал по следующим покупкам. Но имейте в виду, чтобы не случилось сильный обвал. То есть чтобы мы не вышли из этого диапазона. Хороший диапазон для риска. С одной стороны, с другой стороны. Но профита не особо он даст нам. То есть если берем такой риск, то профита особенно большого тут нет. Тут два раза ниже этого диапазона. Поэтому его середину лучше всего брать. И возможно его середину лучше всего брать в ближайшее время с целью бай-лимитов. Возможно, если импульсивно мы к ним спустимся. Если не импульсивно к нему спустимся после ретеста ближайших сопротивлений, то наверное дальше цена будет еще ждать и колебаться внутри этого же диапазона. И просто мы перенесем все торги внутри диапазона. Внутри диапазона тоже в последнее время очень хорошо сработало и совсем недавно. Он в целом не очень, не очень дает забрать нефть. И по поводу натурального газа, которого тоже обещали немножко разобрать еще. Коррекция логичная. Произошла от отметки 5 долларов. И ну тут мне кажется, что выше уже мы не поднимемся наверное. Есть коррекция. Она может продлиться до 4. 84. 70. Лучше отталкиваться от тех отметок. 4 доллара 80. Если не доберемся даже до этой отметки, то это хорошо. Если 4.90 приведет к тому, что цена развернется вверх, то это уже умеренный рост, который продолжается внутри канала восходящего, нового. И сам видите, вот этот этаж 4 доллара 700. Он еще не пробит. То есть мы над этим этажом все очень хорошо. Ниже в целом, ниже локальных поддержек. Если даже спустимся. Если спустимся импульсивно, то это тоже сигнал последующего разворота. Пока еще нету сильного импульса вниз. И тут есть gap, который возможно закроется. Возможно, она уже закрылась просто. И цена дальше идет вниз. Поэтому имейте в виду, gaping всегда полностью закрываются. Закрываем сегодняшний обзор биткоином и эфириумом. С прошлого раза цена таки продолжает внутри этого диапазона 47000-45000 продвигаться. И как и сказали, по факту оно смотрится не очень хорошо. То есть тут якобы было поджатие вверх. Но с прошлого раза, как и мы говорили во время обзора, в целом пока еще не очень хорошо. Если помните, цена биткоина недавно была в консолидации, которая продлилась где-то месяц. И сейчас, скорее всего, она опять в очередной раз застряла в этой же консолидации. Которая может продлиться еще, наверное, неделю или несколько дней. На 4-6 графике, на дневном графике есть намеки на то, что цена может импульсивно протестировать вот этот минимум в очередной раз. Если этого не произойдет, то, скорее всего, умеренный спад следует дальше 45000 и ниже. Но если мы укрепимся на 45000, дальше цель просто 47000-45000. И вот такой вот пинг-понг внутри диапазона 47000-45000. Выше этого диапазона все будет очень классно, ниже этого диапазона не очень хорошо. Обращайте внимание, граница этих диапазонов внутри дня, поскольку амплитуда очень низкая. Если будет протестироваться одним большим импульсом, то это тоже признак разворота в другую сторону. Поэтому имейте в виду, сейчас особенно вот импульсивный ретест 45000 дает сигнал последующего разворота. Середина диапазона для того, чтобы отталкиваться от того в короткой сроке, куда цена двигается. То есть, 46000, по факту, после его ретеста, если в очередной раз получим разворот вниз, то, скорее всего, последующий нисходящий импульс будет сильнее, возможно, и дойдет до наших минимумов 43000. По эфириуму ситуация будет приблизительно похожа, поэтому имейте в виду. В ближайшее время есть какой-то откат вверх, но 3300 протестируется, 3400, возможно, тоже протестируется. Дальше, скорее всего, мы пойдем ниже, еще глубже. С одной стороны есть такая вероятность, но имейте в виду, что 3400 должна прорваться и цена... Ну, должна его протестировать импульсивно. Если не импульсивно это происходит, если цена поджимается к отметкам, то это хорошо. В целом, можно тут делать предположение, что цена может еще сделать более глубокий спад, но исходя из того, что эфириум в целом у него волатильность лучше, более контролируемая, поэтому по поводу эфириума можно быть немножко более позитивным, можно позитивнее смотреть. По криптовалюту у нас бывают обзоры по средам, не пропускайте, обязательно посмотрите. И, кстати, не забудьте, у нас акция продолжается в чате трейдеров с выигрышем в районе 200... А, извините, 300... 500 долларов. Для этого нужно обязательно открыть, то есть будет в чате трейдеров у нас, которые есть, и об этом внизу видео пишут, и там есть розыгрыш, который идет, то есть акция, который идет, и его розыгрыш. Там 500 баксов на торговый счет получается. Обязательно узнайте, участвуйте, если что. На наш канал подписывайтесь, не забудьте нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе, какие у нас есть видео, когда они выпускаются, есть у нас живые обзоры, то есть онлайн эфиры с Александром Михайловичем Герчиком, с Сергеем Заботкиным, также с Виктором Макеевым, которые тоже у нас бывают иногда в течение недели, выходят, и для того, чтобы вы знали, когда эти эфиры, обязательно не забудьте нажимать на колокольчик, в нашем YouTube-канале, и также подписываться, в случае, если вы еще не подписались. До следующего, и вперед, до следующей встречи, друзья, всем хорошей торговли, пока-пока.